всем большой привет в этом видео хочу показать как я буду готовить коржи для торта который предназначается празднование дня рождения девочки на 10 лет торт заказывался с единорогом поэтому будет очень много всякой такой вот мишуры но в этом видео конкретно я покажу как я выпекала коржи коржи у меня один из них вернее два коржа это будут лимонный бисквит вверх которые торт предполагается двухъярусный а основание основа это будет бисквит бисквит торт я не знаю как его можно назвать морковный я впервые выпекала и лимонный и морковный корж но получилось восхитительно и то и другое поэтому сейчас здесь я покажу как выпекался торт а уже украшение и декор с единорогами будет в следующем видео и так чтобы испечь этот основу для этого тортика мне понадобится 3 яйца я приготовила помыла 240 грамм сахара у меня где-то 150 грамм здесь я уменьшаю я считаю что это много потому что еще в креме будет сахар но еще добавлю немножко ванильного сахара также мне понадобится 240 грамм муки вот просеянной 180 миллилитров растительного масла 6 грамм соды и 6 грамм разрыхлителя и соду и разрыхлитель надо вот некоторых рецепт от встречала 210 грамм тертой 250 может быть тертой морковки а здесь у меня почти 400 вот эти две морковки тянут но я взвешу уже после того как натру также мне понадобится цедра одного апельсина щепотка соли и грецкие орешки ну орешков наверно грамм 150 а а а а а а а а Я вообще-то записывала. Мы очень вовремя проголодались. 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 Форма смазана растительным маслом. Я выпекаю основу для торта впервые. Поэтому, так как это для детского дня рождения уйдет, а мне хочется попробовать все-таки, что получится. Я вот в одну маленькую формочку немножко тесто отложила, чтобы испечь, просто попробовать на вкус. А это сейчас переливаю сюда и отправляю в духовку на минут 30-40. Буду смотреть, зависит, конечно, от духовки, на 180-200 градусов. Для следующего коржа, так как торт у меня предполагается, что будет двухъярусный, я хочу испечь лимонный, поэтому мне понадобится 4 яйца, 120 грамм муки просеянной, 20 грамм крахмала, 120 грамм сахара, здесь ничего не уменьшала, оставляла все как есть, 30 миллилитров, 30 грамм лимонного сока, но я выдавила вот лимонный сок, не знаю, сколько здесь не мерила, и цедра одного лимона, 30 грамм подсолнечного масла, цедра уже сказала, 7 грамм разрыхлителя, здесь вот я в муку вмешаю разрыхлитель, и что еще? И куркума для цвета. Дождусь, пока у меня выпечется тот корж, и начну этот заводить. В рецепте не указана эта опция, там нужно взбить яйца с сахаром совместно, желтки и белки, но я решила, что все-таки лучше будет разделить, и вот в несколько этапов я ввела сахар в белки, и взбила их в такую вот хорошую пену. Я слегка вот так вот ложкой, даже не вилкой, а ложкой, просто разобью. Добавлю сюда растительное масло. Перемешаю, когда ему все получится. Вот. Сюда же я добавлю цедру и лимонный сок. А в муку, здесь мука и разрыхлитель, сюда добавлю крахмал. И вот так вот тоже все перемешаю. Можно это еще отдельно все через ситечко просеять. Ну, я не буду делать этого. Теперь, так как я обычно пеку бисквит классический, на взбитый белок высыпаю всю или просеиваю всю муку. Сверху выливаю желток. Сейчас одной рукой это все неудобно сделать. И сейчас так, легонечко снизу вверх все это перемешаю. Уже без миксера. Я еще хотела добавить куркумы для цвета. Не знаю, забыла это сделать. Сейчас сверху еще вот так. Вот где-то четверть чайной ложки постараюсь вмешать. Все, не буду больше сильно мучить тесто, для того, чтобы не нарушить вот эту воздушность бисквита. Переливаю сейчас обратно в форму и тоже отправляю в духовку минут на 30 на 180 градусов. А тем временем морковный пирог у меня готов. вот этот даже выну из формы и покажу его одно. Вот. Он такой хороший, пропеченный, еще очень горячий. Пусть остывает. Фокус с зубочисткой. Зубочистка абсолютно сухая везде. Все, оставляю его остывать и зреть он будет у меня тоже до утра. Ну вот, какая прелесть получилась. Очень воздушный, очень такой вот нежный бисквитик. Сейчас переверну и второй покажу. Вот. Да, я плохо смазала форму, поэтому, ну, зато видно структура бисквита. Я приготовила зубочистку, но здесь даже зубочистка не нужна для того, чтобы понять, что все готово, все пропеченное. Вот он какой. Нежный, нежный, воздушный, воздушный. Все, теперь и этот бисквит и морковный должны будут у меня созревать, так скажем. То есть, сейчас у меня вечер, до утра, до завтра они точно будут стоять у меня при комнатной температуре, а уже завтра, возможно, я еще отправлю их на какое-то время в холодильник для процесса созревания и только потом буду готовить крем. Вот это сейчас попробую. лимонный такой вкусный, вкусный. Ну что, это уже утро и я упаковываю бисквит в пленку. Для чего я это делаю? Замечательный получился корж. Вот он такой. Вот он какой по своему внутреннему внутреннему состоянию по структуре. Тот, который я показывала, бисквит, это вот этот. Мне показалось, что я его слегка передержала в духовке, поэтому мне пришлось испечь по такому же точно рецепту еще один корж, но он точно такой же. Но эти тоже я уже показывала. теперь в четверг вечером я их испекла. Ночью они у меня простояли просто на столе на кухне. А теперь я оберну торт мне нужен на субботу. Оберну в пленку и до вечера отправлю в холодильник созревать. В некоторых источниках я читала, что заворачивают сразу горячий бисквит в пленку и так равномерно распределяется влагой и он остается такой сочный воздушный. Но я так не сделала я оставила его отдохнуть он очень такой пружинистый мягкий не сухой поэтому вот сейчас эти красавчики упакованные тут сейчас еще кусочек пленки домотаю вот таким вот образом пойду до вечера отдыхать в холодильник Крио Сау до вечера